Всем привет, друзья мои! Давно я не записывала видео, очень давно, в связи с последними событиями, которые происходят в мире. В частности, на Украине настроения не было, как вы сами понимаете. Сегодня вот 11-е. Я до этого, что ставила видео, это были сняты до этих событий. Мы идем делать, продолжаем делать документы на гражданство. Намучились, и я вам потом все в одном видео, или может в этом, расскажу, что, как и почем. Ну, а мы с Ашкемом идем, мои дорогие. С документами мы все закончили и решили поехать на окраину города, в большую больницу, в самую большую больницу города Мерсин, так как там лежит на обследовании и лечении друг моего мужа. В больнице вот такие вот автоматы. Здесь можно купить все, что хотите. Например, палатка 3,50, вода 2,50. Крекеры 4 лиры, пирожники 2 лиры и так далее. Денежку сюда кладете, выбираете и, пожалуйста, вам выдаст все, что желаете. Такая огромная больница, но меня не пропустили. Только одному человеку можно посетить, и то на 5 минут. Так что я сижу, жду моего мужа. В больнице мы задержались недолго. Разрешили НДРу только пройти и навестить своего друга всего лишь на 5 минут. Я подождала на улице. Сейчас мы сели в автобус, возвращаемся домой. Устали, конечно, уже очень много времени, но нам нужно еще заехать в одно место насчет документов. И потом мы вернемся домой только. Всем доброго вечера. Хочу поздравить вас, хотя и поздно, но всех женщин мира хочу поздравить с 8 марта. Будьте любимы, счастливы. Хочу пожелать каждой из вас мирного неба над головой, здоровья ваших близких, чтобы вы проспались от тишины, когда ваше организм и тело захочет, душа захочет проснуться. Самое главное, мне кажется, мир над головой и в душе. Желаю вам всем, мои девочки, вот такие цветочки мне с 8 марта остались. Хочу вам их подарить. Они так пахнут классно. Всем привет, друзья мои. Девушка приехала. А вот и я, друзья мои. Тоже помоги мне. Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом. А, пока-пока. А сейчас хочу поделиться с вами, кстати, мы же с вами давно не общались, правильно? И хочу поделиться, что почем в Турции. Да, после многих событий все подорожало, жизнь подорожала. Мы сейчас делаем документы на гражданство. Я вам потом в отдельном видео все расскажу, что мы именно делаем. Но столько денег у нас ушло из-за того, что в имени моей мамы указали две буквы Р. Екатеринны. Представляете, это очень много нам дорого стоит, как говорится. Ну, а сейчас мы, как ушли в 10, пришли в пол шестого. Ну, а также отоварились у нас в последнее время. Вообще было не до чего. Мы купили, принесли три пакета продуктов. Я сейчас вам все покажу и расскажу. Мой муж ушел. Наверное, отсюда начнем. Мой муж ушел на прогулку с другом. Вот такие вот дела, девочки. Я сейчас, девочки и мальчики, уважаемые мои зрители, я сейчас вам покажу, что мы купили. А потом, что это, сколько стоит, все расскажу. Значит, купили сосиски. Мы давно вообще, в последнее время их не кушаем. Ну, мой муж иногда захотел. И он любит только говяжий. Я люблю вот такие вещи. Кукуруза. Также мы купили вот такое сейчас новое какое-то средство для очистки машины. Очень много средств купили для машинки. Так, ховсу купили. Дальше идем. Финиш вот для посуды. И также купили для того, чтобы все сверкали, блестели стаканчики. Это средство. Это, кстати, очень дорого. Одно из... Ну, естественно, будет дорого. Около 60 или 70 гривен. Я вам покажу. НДР захотел кетчуп иногда хоть кушать с макаронами. Ну, я купила. Доместас. Йогурт, девочки, мальчики. Вот такой йогурт. Цены потом все расскажу потом. Для себя я решила купить вот такие сосиски. Иногда, иногда, может быть, я захочу и покушаю. Так. Пудингинг. Вместо сладкого. Манку буду готовить ему. Кстати, у меня вот... Я недавно готовила. Сейчас вам покажу. Ну, вот остатки роскоши. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть мой муж кушает. Видите? Ну, я сделала такое, как ревани. Ревани. Вот такое сделала. Ревани. Как ревани. Турецкое. С манки. Манка там, нут у меня, потому что не закончилась тогда эта. Мука. Муку взяли. Ну, и, естественно, яйца. Без яиц. Когда у меня яиц нету, мы их очень много кушаем. Я, в принципе, и не много кушаю, но муж любит. На завтрак. И такой пудинг взяли. Ну, бетон пудинг. Кстати, такой пудинг я вам покажу, он мне в холодильнике. Вы знаете, что так удобно очень, когда что-то хочется, чего-то хочется сладенького. Вот просто свари, с водой перемешай, и у вас готовый пудинг. Банановый, очень вкусный. Так. Так, еще мы купили сыр такой плавленый, килограмм. Ну, вот эти сыры дорогие. Соль, наконец-то, поменяли. А то мы... И, кстати, сейчас продаются бумаги такие. С жиром уже. Я не представляю, что это такое. Очень интересно посмотреть, правда. Яглы пешены ковыдой. С жиром уже. А где тут жира? Не поняла. 8 метров. Я не знаю, где здесь жиром и не пахнет. Может, пошутили они, наверное. Прямо жиром будет продавать за 8 лет. Для себя я купила вот горошек. Еще что я купила? Еще. А, вот такие грибы взяли. 8 лир, мне кажется, или 9. Вот эта упаковка. Ну, конечно, мало здесь. 250 грамм, 8 лир. Вы представляете, умножить на 4, 32. А я на базаре 25 отбрала. Ну, это было когда? Сыр. Взяли несколько видов сыра. И еще мы ей пользуемся. Это соль для машинки стиральной. В общем, мы всю серию финиша купили сегодня для машинки. У меня такое видео будет. Шопинг в Турции. Кофе. Моя любимая кофе. Запомните, в Турции самое классное и вкусное кофе. Мне оно очень нравится. Растворимый кофе. Такой классик. Энек, биоскейнеры, белый сыр купили. Погода меняется. Хорошо, что я пришла, успела стирку снять. В Стамбуле снег. Вот и у нас завтра будет очень плохая погода. Макароны. Вы знаете, что я на этой неделе поела макароны. Я так соскучилась по ним. Такие мой муж любит. Макарончики. Туз. Соль купили тоже. Пакетики купила для прятать в холодильник. Я все у них прячу. Такие салфеточки. Я говорю вам, все позаканчивалось. Ну и взяли вот такую бумагу туалетную. Она трехслойная. Так, теперь смотрим чек. Чек смотрим, друзья мои. Чек такой. 563 лиры. 563 лиры. Можете посмотреть. Видите? Ну вот, как-то так. Вот, мои дорогие, что мы купили. Ну и здесь тоже. Так что вот в Турции жить уже становится с каждым днем очень сложно, дорого. Но особенно, если вы хотите делать документы, тогда очень много денег нужно. Но я могу сказать вам, что плюс в чем, что когда ты обращаешься в какие-то организации государственные, то платить ни за что не нужно, ни за какие документы. Просто подготовка, перевод, нотариус, это обходится в денежку. А так, тут все бесплатно. Вот я когда в Грузии делала, там ни один документ тебе не сделают. Бесплатно. Ну а здесь делают. Покажу сейчас вам погоду. Такая погода. Такая погода страшная. Ветер сегодня будет что-то страшное. А муж пошел раздетый. Друзья, как у меня цветочки зацвели. И желтенькие. На дно я вам не показывала видео. Мне было не до видео, если честно. Сейчас немножко как-то отпустила, когда вот эти дела появились. С гражданством бегаем. Перчики до сих пор у меня, видите, растут. Вот мои цветочки. Вот мои красивые цветочки. Видите, как цветут. А эти у меня розовенькие. Цвет, то горшок упал, не могу. Забыла купить его. Вот, смотрите. Весна приходит, весна. Весна приходит, весна. Я тут что делала? Давно не снимала видео. Помыла окна, занавески постирала. После моего дня рождения. Это все было до военных действий. Очень много видео, которые я опубликовала до. То есть много видео я сняла. Но не могла, не позволяла сердце опубликовать их. Поэтому все такие с опозданием. Но что делать, вы сами поймете. Мне вообще не хотелось ни о чем рассказывать. Ничего не показывать. Очень много негатива я видела. Многих блогеров. Очень много. Многие люди сняли свои маски. И, наверное, все, что идет, идет к лучшему. И вообще я в людях в очередной раз многих разочаровалась. Ну, значит, так и должно быть. Вселенная помогает отбирать достойных людей в мое окружение. Так что, друзья мои, всем хорошего вечера, хорошего дня, спокойной ночи, доброго утра, мирного вам неба. Пойду я раскладывать все по местам. Друзья мои, смотрите, чем я сейчас занимаюсь. Как видите, чебуреки решила приготовить с курицей. Вот. Первый раз делаю. Вообще, не помню, когда даже готовила. Покажу, что получится из этого. Наконец-то я все пережарила. Это мои первые, первые чебуреки. Не судите строго. Нашла попавшийся первый рецепт в инстаграме. Получилось 10 штук с этой порции. Приготовила также мужу суп со шпинатом. Это мой из чечевицы зеленой. Ну, естественно, салат солености. И сегодня самый вредный ужин. Я решила тоже расслабиться. Ведь я столько времени не ела. Ни хлеб, ни пирожков. Можно и расслабиться. Не так ли, друзья мои? Приятного нам всем аппетита! Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.